Просто дано. Шляпа, конечно. Абсолютная шляпа. Да твою мать, просто говно. Это просто дано. Плоскочи, плоскочи, поскочи, поскочи. Камера отцепилась. Глубина снега, да? Раз. Так, ситуация не очень. Так, это страшно. Выкупил кайф вообще к Гудауре на самом деле. Ради этого я бы еще раз приехал. Итак, сегодня у нас полноценный день каталки. Я сейчас нахожусь на высоте 2724 метра. Это такая большая поляна с кафешками. Сюда поднимается несколько подъемников. Кресельный, гондольный. И отсюда же стартует также несколько подъемников. Один кресельный и один гондольный. Сейчас поеду вон туда наверх. Там 3000 метров с копейками. Очень много здесь, конечно, получается креселок. Вообще очень много подъемников. И они все как-то пересекаются. Так сходу и не разберешь. Вот туда самый вверх. Вот тут одна по ложе уходит. Одна вот туда наверх. Там справа еще уходит. Ну и там посложнее трассы. Вот туда посложнее трассы уходит направо. Вон та трасса самая высокая точка. Мне человек сказал местный, что она открывается пару раз в 10 лет. Ну так, с его слов. Не знаю, насколько это правда. Ну а я поеду сейчас на гондолочке. Вон туда наверх. И заценим спуск. И я плюс с инструктором поговорил. Он сказал, что если ехать с самого верху до самого низу, а мы вчера катались не до самого низу, то где-то, говорит, 7 километров трасса. Прям, ну нормально так, 7 километров. Это прям, да, серьезно. Вот. Ну, поехали, посмотрим гондолу. Вот они рядом все. Кресельник поднимается, здесь гондольный. Такая тусовочка в кафешечке. Попить можно. Там база спасателей вон резкую. Пойдем карту посмотрим. Я поеду сейчас в Хобби Пасс. 2 900 метров. Та, которая закрытая трасса сейчас, но она редкая такая открыта. Она получается 3 276 метров. А мы сейчас, как я и говорил, на 2724. Странно, что нигде не написано. Ну ладно. Так, альтиметр говорит, что мы на высоте 2914. И внезапно на карте форта нет вот этой гондолы. То есть я поднялся. Думал, поеду сейчас туда. А там есть спуск в другую сторону. Тоже гондола. Она не указана на карте. И не знаю, входит ли она в Гудаури. То есть, скорее всего, нет. То есть у меня билет куплен на 3 дня на Гудаури. И если эта гондола не в Гудаури, то я обратно не поднимусь. Ну, бесплатно. Первый раз снимаю на сноуборде. Я не бог весь какой катальщик. Ну, как-нибудь покатаемся. Попередим. Ага. Плоскач. Есть шанс доехать, нет? Вроде едет. Так, кажется, плоскач начинается. Опять. Ага. Понятно. Надо бать разгон. Каким-то образом. Не, потрачено. Да. Херня. Да. Ладно. Да, такая себе, конечно. Короче, делать тут нефиг. На сноуборде наверху вообще ловить нечего. Просто плоскать запускочил. Я попробую, конечно, там снова плоскать. Девочка раздувать. Вряд ли у меня хватит скорости. И скила. А я еще ехал наверх, думаю, а что мало сноубордистов так? Ну, понятно. Да. Просто дно. Ненавижу раздеваться. Попробую доковырять так. Она в сердце никуда не едет. Шляпа, конечно. Абсолютная шляпа. Надеюсь, не будет еще одного поскачать. Просто дно. Вообще. Просто бессмысленная трата времени и сил. Абсолютно бессмысленная. О май гад. Просто дно. Никак. Да твою мать. Просто говно. Слов нету. Только по пухляку ехать. Но я плохо езжу. Блин. Это просто. Да но. Короче, если вы, ребят, ездите как я, пухляк еще не для вас, то нехер вообще делать надо. На второй гондоле у Кутаури просто дно. Твою мать. Ну ладно. Я вам показал, но больше не поеду. Вот мы и спустились. Растительницы нет никакой. Вообще ноль. Ну пару кустиков где-то там. Но вот на самих трассах ноль вообще растительности. Ничего нету. В целом трассы легче, чем в Донбайе. То есть если вот так говорить, просто подняться, то тут в основном синие трассы на основной высоте. Но что прикольно, очень много полей. Очень много полей. То есть можно ехать вот здесь вот между трассами. Здесь много снега. Достаточно я там тону. Ездить я не умею. Как бы это пухляк прям. И на самом деле прикольно. Здесь много очень изъезжено. В этом плане, это конечно Донбай проигрывает. Потому что там там тоже есть такие места, но их меньше. И если как бы есть пожестче, есть помягче, но здесь прям много-много, где можно ездить по пухляку без хардкора. То есть такое прям приятно. Ага. А куда я попадаю? И что это такое? Слишком вправо ушел. И приехал к подъемнику. Я не угадал. И вниз я не спущусь. По всей видимости. Слишком вправо взял. Да. Так, я сейчас мимо трасс поеду. Ну поехали мимо трасс что делать. Типа фрирайд. На минималку. А! Ха-ха! Оп! А-а-а! Ха-ха-ха! А-а-а! Ха-ха-ха! А-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха! Да что такое? Оп-а-а! А-а-а! Уу! А-а-а! Так. Поднялся я к самому низу. Да. Снизу в первой очереди. Там была первая назовем это так. Получа вторая очередь. Но она получается в сторонке. То есть до этого вон гондолы. До этого вон там приезжали. Но мы приезжали сразу с уровня с уровня вторая очередь. То есть очень много трасс. Очень много подъемников. И они, блин, вообще нетривиальные, если честно. И неудобно. То есть сюда надо чтобы попасть, надо сейчас обуться, докатиться, раздеться. Ну или хотя бы наполовину отстегнуться. Не прикольно. Но в целом классно. Все очень разумно. Инфраструктура прям классная. Мне нравится. На креселках на многих есть щит от ветра. У нас сейчас тепло. но он есть. На одной, на второй. Вот на этой есть, которая наверх идет. Ну, гондолы, понятно, что гондолы. На дальней нету, по-моему. Да, на дальней нету, на которой я ехал до этого. Но вот на двух креселках есть эти щиты. Это классно. Маленький перерыв. На полянке вот этой марки купили два пирожка 5 лари. Один с капустой, другой с сыром. Каждый по 5 лари. И капучино, и латте такое вот. 10 лари. Итого 30 лари. Ну, 10 евро такой перекус. Вот, прямо на горе. У нас 3 часа дня и косяк, что да, работает с 9 до 4. Если ты не early bird, да, то если ты не в жаворонок, то очень сложно. Я завтра я постараюсь с 9 поехать с утра, чтобы кататься. Но я ненавижу вставать рано. Ненавижу, блин, кататься рано. Вообще ужасно. Я бы лучше казался вечером. И здесь есть, кстати, ночная каталка по пятницам и субботам. Но сегодня воскресенье. Пойдем воскресенье. Сегодня у нас какое-то там 12 марта, кажется. Да. И погода там ноль. Может даже плюс какой-то. То есть тает, снег тает, снег коричневый. Но пока есть. Пока есть. И пушками закидывают вроде как ночью часть трасс. Не на всех трассах есть пушки. Начать закидывают. Что, попробую еще раз спуститься до низу, наверное, и разочек подняться. Успеть два раза спуститься. Все, спустился. Внезапно камера даже 30 секунд осталась. Причем подъехал прям прям к отелю. Вот. Там можно подъехать прям к отелю. Удобненько. Ну и отсюда открывается красивая панорама. Гомарджоба, друзья. В общем, сегодня понедельник. 9.16 утра. Я пересилил себя. Встал. Ну, считай, под самооткрытие. Вот. Курорт вообще пустой. Я не знаю, как было утром в субботу-воскресенье. Но вот сейчас понедельник. Вообще там полтора человека стоит. Снег немного подмерз за утро. И, видимо, еще не успел растаять, хрустить под ногами. В общем, сейчас буду более конкретно изучать склоны. Так. В общем, я наверху. На высоте 3000 с чем-то. Почему тут не пишешь высоту? Вот на Эльбрусе на Донбай везде написано высота, что прикольно. Вот. В общем, идея в чем, что если подниматься в первую очередь с самой, то подъем занимает полчаса. И это не так удобно. У тебя получается как в метро. Две пересадки, причем одна, надо стегнуться, доехать, сесть и снова подняться. Не самая удобная, конечно, конфигурация. Причем первая очередь, она прям легкая. То есть там прям такой пологий склончик. Я бы сказал, что это почти зеленая трасса. Ну, сине-зеленая. Говорят, что где-то в апреле, то есть уже начинает снег таять, сегодня подмездок, как правда, но уже снег начинает таять и говорят, в апреле кататься можно только вот на третьей очереди. Только на третьей очереди там уже все. камера отцепилась. Хотя вроде мягенько упал. Непонятно. Смотрите, прилег тут. Смотрите, какая глубина. Это я упал и моя рука провалилась туда. Вот так вот так. То есть оп. Глубина снега, да? Раз. Оп. Ну, прям вообще прям нора. Блин, класс. Класс. Падает приятно, мягенько. Это, по-моему, вообще первая в жизни мой фрирайд такой. Очень классно прям. Не ожидал, что клево. Наконец-то я один. Я так пытался поймать момент, но вчера было невозможно, было много людей. Сегодня мало. Вот я один на креселочке. Еду с первой очереди. Как я говорю, это легкая трасса. Ну, такая. Очень много уже, то есть, март, да, 12-е, март или 13-е. Очень много уже растаявшего снега, каких-то камней, грязи на трассе на первой, второй очереди. На второй вообще там что-то жесть какая-то творится по центру. С боков нормально, по центру вообще какая-то каша. Ну, просто, то есть, мясо какое-то с камнями и грязью. Здесь попроще, вон там кусочки видны. Ну, а наверху ничего. Но наверху, наверху, короче, тоже много плоскочей каких-то странных. Вообще, вообще, вот такое у меня впечатление, что очень много плоскочей. И, ну, для сноубордиста, если вот сноубордист средней руки такой, тем более начинающий или там немножко средний там, то вот эти плоскочей это, конечно, ужас просто. Нахрен. Надо прямо вот заранее знать, разгоняться, частенько, как бы, потому что если ты новичок, ты боишься скорости. Ну, а развиваться каждые 100 метров, а зачем я ехал в горы? Я мог тогда покататься и где-нибудь у себя локально на мелком курорте. Как бы, казалось бы, чем выше поднимаешься, тем должно быть меньше плоскочей, тем круче. Но тут, вот получается, что на третьей очереди очень много, больше плоскочей, чем на второй и первый. И реально я встревал, особенно вот если ехать на гондоле, я встревал постоянно. Не очень прикольно, когда, блин, ты на сноуборде и плоскочи, 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 плоскочи. И те встегиваются, выстегиваются, блин, настраиваются, ну, как-то, короче, не знаю. Мне это не очень доставить удовольствие, но приноровиться можно объезжать их. То есть, в целом, есть места, где, как ехать без них. Вот, собственно, я поднимаюсь уже, в первую очередь, почти заканчиваются. Сейчас мы сядем на креселку, туда, на вторую, где гондола, да, то есть, а есть еще вон там креселки, и они тоже, как бы, со второй очереди, но туда невозможно, ну, попасть отсюда, снизу. То есть, сюда только можно спуститься, там еще одни креселки есть. Таким образом, вот они такие еще, они еще пересекаются, вон, иксом, не всегда очевидно, куда тебе ехать, когда ты спускаешься с горы, но вот так. Смотрите, какая красота, там идет трасса, там идет трасса, а вот тут идет ущелье, слева, и вот ущелье. Я не знаю, как правильно называется, ущелье, это не ущелье. Мне вон туда, к тем домам, вон туда, да, вот, а я сейчас спущусь вот в это ущелье, и вот так проедусь туда вот, и прям по ущелью, и вон там вырули на трассу, и опять по фрирайду уйду. Блин, ну классно же, где такое вообще еще есть? Наверное, где-то есть? Если знаете, пишите в комментариях, как бы, вообще, я такого первый раз вижу, это очень круто. Ну и вот такой вот, красивый вид. Солнышко так и не ушло, красотища вообще. Торопиться некуда, по кайфу спускаюсь вообще. Супер. Так, ситуация не очень. Я приехал оттуда, у нас там ущелья, и мне надо вот туда. И тут очень странно так проехать. Развиваться в падлу, я вижу следы, люди развиваются. Попробую сейчас, туда уже не доеду, в тот край. А попробую сейчас вот здесь проехать, вот тут, вот здесь. ой, надеюсь, не убьюсь. Так, это страшно. Я, я вот тут прошел, в смысле, нет, я не разувался, вот я стегнут. Кое-как проехал, опираясь на снег руками, потому что там реально пропасть, камни, очень мне не хотелось съезжать самому. Так, сейчас за спиной, в принципе, уже снег. Уже не так стрёмно, будет падать. Но я не хочу. Попробую дальше, вот туда доскрепстись. Ооо. Ну вообще, это стрёмновато. Сейчас вот так попробую, видно, что изо мной нет. Сложно так снимать, конечно. Вот так. Оо. Да. В целом, в целом, проезжабельно, но надо быть готовым. Я, конечно, здесь не был. Впервые все заехал, и как-то немножко прифигел. Но ничего, ничего, опыт. Сын ошибок трудных. О, я выбрался. Я выбрался, все. Дальше плоскач, все нормально. Фу, это было очень страшно, на самом деле. В конце я уже здесь немножко ехал сам. Так, вот тут я стоял, на развилке, то есть я стоял вот тут справа. Вот тут справа, короче, стоял у этого камня. Налево мне уже было не уехать. вот, вот, да, тут он стоял наверху. Налево мне уже не уехать, поэтому поперся сюда. Ну, вниз, там я видел следы вниз были прям, но это какой-то совсем там лютый фрирайд. В общем, справа проехал, но было стрёмно. А как проехал? Да, прокарабкался, но не снимая борт, нормально. Я видел там следы, кто-то, видимо, там не захотел идти, ой, не захотел ехать, но я съехал кое-как. Но прикольно, прикольно. Стрёмно, но прикольно. Ну всё, дальше уже пошла лайт. Лайт пошёл. Друзья, я снова один. Проехался второй раз. В общем, что получается? Получается, что подъём занимает с первого очереди до третьей, до верху. Примерно двадцать пять, ладно, двадцать или тридцать минут в зависимости от очередей и две пересадки. Да, две пересадки и одна встёгивалка, потому что нужно в одном месте спуститься. Вот это всё занимает двадцать пять, тридцать минут, лично у меня. Но у людей, если прям во всем быстро, у лыжников, ну, двадцать, можно в двадцать уложиться. Спускаюсь я, моя средняя скорость составила семнадцать километров в час. Пять с половиной километров получается трасса, GPS меряет, вот как раз оттуда, ну, в общем, где-то пять с половиной до самого низа. И вот я спускаюсь в пятнадцать минут. Вот считаете, что за час вы можете проехать, ну, то есть у вас полчаса подъём, пятнадцать спуск, там, туда-сюда, ну, вот примерно один раз, короче, подняться и спуститься. Понятно, что там чуть поменьше, побольше, ну, примерно так. Так, считаем, если город работает с девяти до четырёх, то есть с девяти до шестнадцати, то есть у нас получается семь часов каталки, да, то есть если вы прям имеете много сил, если не будете её бедать, то у вас получится семь каток, да, то есть прям безостановочных этих семь каток. Так, наверное, нормально, вчера я проехал, я, вчера я катался где-то с двенадцати до четырёх, я проехал четыре катки. Но там, да, я одна была очень медленная, я там по скачу ехал, не туда, в общем, ужасно. Ну, наверное, пять-шесть, так вот, типа с обедиком, с отдыхом, реально осилить среднему катальцу, я думаю, да. Последняя катка, Диана поехала на гондоле, она устала, а я поеду сейчас по фрирайду, со второй очереди, и домой. А завтра уже уезжаем обратно на Кипр. Сейчас вышло солнышко, оп, хорошо, красиво, приятно так. Вот, курортик уже закрывается, люди расходятся, потихоньку. Ну, я сейчас поеду вниз по фрирайдику. В общем, на четвертый день катки, или на пятый, я выкупил кайф вообще к Гудаури, на самом деле. И весь кайф в том, что тут офигенный фрирайд, не выходя за подготовленный трасс, скажем так. То есть, ты поднимаешься просто на подъемнике, и едешь просто мимо трасс. То есть, смотрите, вот я сейчас стою на, чуть съехал, чуть со второй очереди, и трассы пошли туда одна, за ней еще одна, вот одна, за ней еще, с той стороны тоже есть две, кажется, или три трассы, но, прикол не в этом, я вот сейчас стою в снегу, и прикол в том, что можно просто, трассы идут змейкой, вот так, раз, два, три, можно просто вот так пилить, по склону вниз, по офигительно мягкому снегу, не знаю, глубиной, наверное, метр, может быть, больше, два, лет, так вот, отвлекли, да, вот, можно вот так вот фигачить, и здесь мягкий, офигенный снег, сейчас как бы он липкий, да, тепло, но, получается, скорость не особо набирается, можно учиться фрирайду, если у вас нет опыта, как вот у меня не было, я прямо сейчас здесь кайфую, второй день, второй с половиной, скажем так, просто офигенно, можно там ехать, тут ехать, там, тут, ой, вообще, вот везде есть фрирайд, просто везде едь, везде фрирайд, я не знаю, ну, не похоже, что есть какие-то ущелья, это все безопасно, потому что, никаких нет ограждений, там есть парочку мест, с лавинами, типа, а так, никаких нет ограждений, ничего нигде нету, просто едешь, везде все искатанно, я катался тоже по каким-то ущельям, ну, так, чтобы расщельно свариться, не похоже, чтобы это было, это реально, нереальный кайф, просто вообще, ради этого я бы еще раз приехал, то есть, если у вас нет скила, вот у меня пока нет скила, ездить по фрирайду, как таковому, или лень подниматься в горы, там, прочей фигней заниматься, просто приезжаешь в Гудауре, поднимаешься на подъемники, и пилишь вот так вот, ну, вдоль склона, без всяких трасс, и вообще, наслаждаешься офигительным снегом, глубоким, мягким, пушистым, прям вообще по кайфу, да, в том, что в Донбайе, допустим, где я был, или в Руси, там такого нет, а если где-то такое есть, то там нужен вообще в разы больше скилл, чем тут, просто, чтобы там такое провернуть, там я видел, катаются фрирайд, но это прям совсем, ну, надо уметь, надо уметь или быть отчаянным, а здесь прям вообще красота, вот смотрите, опять стою в снегу, не на трассе, трасса там проходит, и, и вон там, вот туда пошла, я просто вот так съехал, вот прям по прямой, вот так вот, и сейчас так же по прямой поеду, я в общем сейчас стою, сейчас поеду вот так, приехал оттуда просто прямо, это, блин, безопасно, вообще по кайфу, просто, если вы хотите попробовать фрирайд, у вас нет опыта, то, блин, в офигенное место, не знаю, лучше или не лучше, я не так много где был, но офигенное место вообще, прям супер, вон там везде всякие трассы, но можно ехать вот куда угодно, вот буквально просто куда угодно, можно ехать, то есть берешь самую левую трассу, самую правую трассу, и просто между ними можно ехать, как хочешь и куда хочешь, естественно, есть тут немного камней, там обрывчики, но надо следить, понятно, но вот, вот так, так, вот, и как? Субтитры сделал DimaTorzok